Молдова впервые принимает участие в расширенном заседании высшего совета ЕАЭС. Президент Игорь Дадон приглашен в Санкт-Петербург в качестве наблюдателя. Глава молдавского государства не раз заявлял, что убежден, развитие интеграционных процессов в рамках ЕАЭС предоставляет Молдове шанс оживить экономику, выйти из затяжного кризиса и приступить к модернизации страны. Но так считают не все. Правящая коалиция по-прежнему предпочитает игнорировать этот вектор и все усилия сосредоточила на взаимодействии с ЕАЭС. Так кто же из них прав? Кто руководствуется интересами страны и ее граждан? Какова роль политики в этих процессах? На эти вопросы я сегодня намереваюсь получить ответы. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте! И представляю вам своих гостей. Политолог Борис Шиповалов. Добрый вечер. Добрый вечер. И эксперт в области экономики Вячеслав Фианиц. И вам здравствуйте. Здравствуйте. Поддержать позицию одного из участников можете и вы, позвонив по указанному ниже номеру телефона. Ну что ж, давайте с вами беседовать. Тема интересная. Мы про ЕАЭС, мне кажется, уже рассказали все, что можно. Теперь будем говорить про Евразес, потому что, как вы видите, это стало одной из составных частей деятельности президента. Да? Основной. Да. И поэтому вот с вашей точки зрения, что может дать экономическое участие вот в Евразесе? Господин Шиповалов. Ну, здесь мне, наверное, будет гораздо удобнее, если я приведу примеры самого Игоря Дадона, нашего президента, который озвучивал и перед поездкой, и вот и в ходе поездки заинтересованность Молдовы. Но прежде всего это экономическая заинтересованность, ведь это же экономический союз, это не политический союз, как Европейский союз. И здесь большая разница есть. И экономические интересы Молдовы заключаются, ну, первое, это торговля. Вот Игорь Николаевич приводил пример, что в 2017 году все страны Евразийского экономического союза, они импортировали агропромышленные продукции и сырья где-то на 30 миллиардов. Ну, там точная цифра 30 миллиардов. 30,2 миллиона. Да, да, да. Вот. Это приблизительно 12% всего импорта Евразес. А Республика Молдова в том же 2017 году, значит, экспортировала во все страны мира 1 миллиард 100 миллионов. То есть и потенциал по подсчетам от президентской команды, у него сильная экономическая команда, да и он сам с гречаной все-таки тоже очень сильные экономисты. Успехи их правительства того мы тоже знаем. Одного из лучших за все годы независимости Молдовы. Он реально говорит, что возможно увеличить в 2-3 раза. То есть спокойно в течение года-2 лет выйти на 2-3 миллиарда только по торговле сельхозпродукцией. Это выгодно для нашей страны. Да, конечно, это выгодно. Это рабочие места. Это рабочие места. Это повышение уровня благосостояния. Повышение уровня благосостояния. Второй интерес, конечно, в энергетике. Потому что для стран-членов Евразес существуют преференционные цены на энергоресурсы. Ну, наверное, покупать дешевле, чем остальные, это тоже выгодно. Третий момент, и я бы выделил, наверное, и он очень важный, это миграционный. Почему? Потому что, ну, мы знаем, что в Российской Федерации где-то 600-700 тысяч наших сограждан. Без патента, вы имеете в виду, смогут работать наши граждане? Да, без патента, потому что для граждан стран Евразес не нужно разрешения на работу, не нужно оформлять патент. Просто обычная регистрация, как для любого иностранца, въехавшего в страну. И работать где угодно. И получая социальный пакет и так далее. Но это, конечно же, выгодно для наших людей, потому что они будут работать в нормальных цивилизованных отношениях, и к ним отношение будет совершенно другое. Если и, насколько я понимаю, по предварительной договоренности, этот вопрос можно решить даже на условиях, что Молдова страна-наблюдатель, а не полномасштабный член Евразийского экономического союза. Ну и, наверное, последний момент надо выделить. Это, наверное, все-таки вопрос инвестиций, с которыми у нас в Молдове все время проблема. Западники, они ведь сильно-то не вкладываются в нашу страну. Они, если делают, то какие-то в основном инфраструктурные проекты. А создание конкретных фабрик, заводов, рабочих мест в этом плане вопросов нет. Мы знаем, что создан Евразийский банк развития, там есть несколько фондов межгосударственных, которые оказывают большую помощь бизнесу, и это тоже очевидная выгода. И здесь давайте вспомним наш Молдороссийский экономический форум 20-20 сентября, который прошел. Там ведь была озвучена эта цифра, и потом эта же цифра была озвучена во время последнего официального визита империя Додона в Москву, когда тот же Путин сам и Додон озвучили, что Россия готова ежегодно вкладывать 1 миллиард инвестиций в Республику Молдову. Ну, это только Россия. Хорошо, я поняла. Но вы меня извините, это же громадная сумма для нас, учитывая, что по прошлому году правительство Павла Филиппа, по-моему, 205 миллионов было всего лишь. Благодарю вас. Я поняла. Очень подробный ответ. Спасибо. Господин Иоаннец. Вот видите, Господин Шаповалов только положительные стороны видит в этом во всем. Он за нашу дальнейшую интеграцию в Евразии. Вы что скажете? Ну, я так думаю, что этот вопрос, во-первых, почему я пришел здесь, потому что считаю, что любое обсуждение это хорошо, потому что начинаешь думать, понимать, что происходит. Я как экономист, у меня формат такой более, у меня математический, думаю, иногда склад дома, поэтому если сравнивать Евросоюз, да, и Евразез, да, я не большой, сразу скажу, не большой специалист с Евразезом, но некоторые вопросы мы сегодня можем обсудить. Да, если взять так, есть еще какие-то отличия между этими организациями, по крайней мере, по одному пункту. По всем оттранным мы можем сравнивать. И вот что мы можем сравнивать? Мы можем сравнивать инвестиции, да. Вот вопросы, которые Молдова интересует в процесс интеграции, да, или Евросоюза, или как мой коллега говорит, Евразез, это, во-первых, придут или нет инвестиций. Почему это важно? Потому что Молдова сейчас реально нужна в иностранных инвестициях. Я сегодня был на операции, говорил, независимо от того, кто будет у власти, вопрос, потому что фактор роста сейчас через, мы росли до сих пор через потребление, мы нужна в росте через инвестиции. На сегодняшний день в Молдове по инвестиции самый низкий показатель в Европе и также из Восточной Европы. Что вы понимали, на душу населения у нас инвестиции чуть больше 100 долларов, это почти в три раза меньше, чем в Беларуси, это меньше, чем в Армении, чем в Азербайджане, Украине и так далее. Не говорю про Румынию, где мы в 10 раз меньше. Поэтому Молдова сейчас реально находится в инвестиционном голоде. Это несмотря на то, что у нас заключенные соглашения об ассоциации и обещания. Если мы посмотрим, самая большая страна, которая на сегодня, мы должны сказать, на самом деле самая большая страна, которая инвестировала, это Россия, больше 700 миллионов. Но все равно, если взять Евросоюз как больше, получается больше, потому что там много стран. Но инвестиции, опять же, какие инвестиции? Инвестиции бывают в нашем понимании двух видов. Есть инвестиции, которые генерируют и экспорт, и есть инвестиции, которые генерируют потребление. Если ты открываешь большой магазин, это генерируется потребление. У нас при генерации экспорта были два позитивных инвестиций, только вот в истории Молдовы. Я дам, я стараюсь сегодня быть такой нейтральной, дам одну со стороны России, одну со стороны Евросоюза. Со стороны России, если люди забыли уже, 2001-2002 год, в России, когда выросло быстро благосостояние, у них выросло потребление вина в несколько раз, потому что у людей. И тогда они нуждались в винах, и они пришли инвестировать в Молдову, и вы помните, тогда у Молдовы был бум экспорта вина. Что произошло, потому что политика в мешках, и что произошло, мы помним. И вот это инвестиции, которые генерируют экспорт. Это первая инвестиция, и вторая вам дам. Вторая инвестиция, которая генерирует экспорт, это со стороны Евросоюза. За последние 7 лет компании из Евросоюза инвестировали в Молдове, в автомобилестроение, чуть больше 200 миллионов долларов. Это привело к созданию реальных 15 тысяч рабочих мест, и это привело к тому, что мы реально в этом году экспорт... Вячеслав, я извиняюсь, Молдову производит автомобили? Нет, что значит автомобилестроение? Я говорю, Automotives. Вот этот кекс-сервис и то, что мы продаем, это автомобилистроение? Нет, нет, Automotives, нет, я объясню. Automotives, все фирмы, которые, если вы знаете, фирмы, которые делают автомобили и самолеты, я был на... Они, быстро так объясню, они, в принципе, сделают сборку. А все детали делаются в разных заводах. Ну, у нас электропроводка. И у нас делаются компоненты для автомобилей. И, между прочим, многие не знают, но эти компоненты делаются, экспортируются не в Германию, а в Румынию, потому что они там ансамблируются дальше. Но что хочу сказать? Вот два вида инвестиций. Но коротко, если взять... Значит, первый вопрос инвестиций. Могут ли в Молдову прийти инвестиции? Как могут прийти? На сегодняшний день мы сидим в инвестиционном голоде. У нас инвестиции, которые приходят, в основном приходят для улучшения внутреннего потребления. И я помню за всю историю только два реальных инвестиций, которые генерировали экспорт. Второй. По экспорту. Вот потому что любая страна хочет развиваться. Чтобы развиваться, нужно экспорт. И поэтому на сегодняшний день у нас что получается? По России мы должны сказать, потому что... Я никогда не... Когда 3-4 года назад мы сделали исследование... Два года назад, извините. Делали исследование. Кто самый большой помогает Молдове? Да? И люди ответили. Россия. Я хотел понимать, почему люди так отвечают? Жена помогает. Евросоюз выделил деньги. Мы экспортируем. В этом году экспорт в Евросоюзе будет на уровне 2 миллиардов долларов. Чтобы вы понимали, это весь наш экспорт за 16-й год. В этом году 2 миллиарда. И когда начал делать анализ, увидел одну интересную деталь. Мы в России в этом году будем экспортировать на уровне 4... По всему СНГ 400 с чем-то миллионов. Из России там еще меньше. Но что интересно, взял по товарным позициям. И оказывается, что по яблокам, данные есть по прошлому году, поэтому еще нет. По яблокам в прошлом году экспорты в России 95%. Ну да, тут это не новость. Даже 99% я встречала. Нет, 95%. Это потому, что это наш традиционный рынок. По винограду в России примерно 50%, 30% в Беларусь. Другие страны я не взял, получается опять же 80%. Поэтому, оказывается... Поэтому, да. И по переработной сельхозпродукции нет цифр, но тоже... Но тоже Россия на первом месте. Это тоже это. Поэтому на сегодняшний день можно сказать так, что мы по новым отраслям, вот, Automotives, да, то есть, которые делают для... По разборкам. Да, сборкам. Мы идем в Евросоюз, но по некоторым нашим традиционным рынкам, вот, в сельхозхозяйстве, мы пока, мы пока, да, по крайней мере пока, по некоторым товарным правительствам не то, что много в России, но как... Это единственное, исключительно в России, да. Поэтому я всем политикам говорю, ребята, вы должны это помнить, да, вот, мы должны это понимать. Ты или помогаешь твоим бизнесменам освоить новые рынки, или ты защищаешь бизнесменам на этих рынках, где они работают. Поняла. Вот, эти вопросы, просто нормальный, адекватный политик и государственный человек, независимо от того, кто он, он должен понимать, или я помогаю им в другие рынки, или я помогаю им на этом рынке. Вот, и третье есть по переводам, потому что это тоже важно. По переводам, здесь есть один нюанс, который... Давайте я вас прерву. Да, хорошо. Вы очень долго говорите, я прошу прощения, давайте будем говорить примерно поровну, да, и отвечать на вопрос, чтобы беседа была более содержательная. У вас будет реплика, или я могу задать вопрос? Вы знаете, вот то, что Вячеслав сказал, он как раз подтвердил своими примерами и цифрами, то, что вот поездка нашего президента Игоря Датона, она выгодна в целом республике Молдовы и молдавскому народу. Почему? Потому что мы рассчитываем как раз на увеличение нашего товарного производства именно в сельскохозяйственной отрасли, а у нас там живет 60% нашего населения, это значит и социальная сфера подтянется и так далее. Ну и действительно, я с Вячеславом 100% согласен, главная проблема нашего бизнеса это инвестиции, где взять деньги. Кредиты предлагают многие, вот европейцы, ну, приходят и говорят, давайте мы вам кредиты дадим, но кредиты нужно отдавать, это одно. А россияне предлагают, давайте создавать совместный бизнес. Я понимаю, вот если у вас сейчас будет... 50 на 50, концессия, то есть разные формы есть, понимаете? Нет, если я прошу прощения. Я не полностью отрицаю то, что я вообще-то вот, я сторонник нормального нашего взаимодействия и с Европейским Союзом, и с Евразийским Экономическим Союзом. И вот то, что у нас сегодня происходит, вот это перетягивание нашего правительства в одну сторону, да, вот они себе слепо сказали, вот наша мечта и Европейский Союз, уже все сказали, ребят, до вас вообще, двери закрытые до 25-го года вообще не разговариваем. Ну, по-моему, это какая-то не совсем правильная... Вот у Армении, у нее же есть... Я бы сказал, туповатая политика, да, не совсем отвечающая интересам своей страны. Все-таки, чем отличается Евросоюз от Евразийского Союза? Кроме этих экономических вопросов, Евросоюз базируется на 7 основных принципах, да, это не просто экономика, но это... Ну да, там есть политические... Я скажу, и дам только первый, да, соблюдение демократических принципов, прав человека и основных свобод, да, то есть Евросоюз говорит, слушайте, мы не можем обеспечить благосостояние... Евросоюз, он исходит из, между прочим, христианских, то есть, потому что Евросоюз от этого начался, то, что они... Хочет нас сделать лучше, а мы убираемся, так бы? Нет, но, но, Евросоюз, должны мы понимать, что он, кроме экономики, имеет принципы, а теперь связано с тем, что как помогает Евросоюз, Евросоюз хочет помогать Республике Молдове, но, к сожалению, мы потеряли доверие последние 4 года. Не мы, правительство. Да, 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 Молдова, да, 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 не Молдова, правительство, правящая партия. Две цифры вам дам. Евросоюз и западный партнер в 2014 году, это был максимально выделов в виде грантов, не кредита, ничего, а в виде грантов 4 миллиарда лев. Если вы помните, тогда был год, когда мы самое большее сделали и по инфраструктурам, 1800 объектов было на местном уровне. Потом это упало в этом году, дай бог, вместо того, чтобы было в этом году на уровне хотя бы 6,5 миллиарда, дай бог, чтобы в этом году было 500 миллионов. Вот мы потеряли доверие. Не проблема не в Евросоюзе, а в нас. Проблема в нас, в Молдоване. Если говорить о Евросоюзе, то, знаете, тоже сейчас не все уверены в его безоблачном будущем, мы об этом говорили много раз в этой студии, Brexit и все дела. Понимаете как? Вот я по поводу Еврозеса, вот смотрите, вы говорите там стандарты, но этой организацией интересуются такие страны, как Китай. Вот, например, в мае 2018 года подписано соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с Китаем. С 2016 года действуют соглашения с Вьетнамом, а в 2019 году переговоры о создании намеченной зоны свободной торговли с Индией. То есть это такие две страны, как Китай и Индия. То есть, наверное, как-то заслуживает, по крайней мере, какого-то интереса. И это расширяет возможности рынка. Ну, я скажу коротко, почему это происходит. Сейчас международные торговые отношения, как это, ну, диверсифицируются. Нет, международные торговые отношения и те свободы и принципы, которые были приняты, сейчас рушат, переформатируются. И на сегодняшний день, если вы посмотрите, сейчас... Преактивные роли Соединенных Штатов особенно. Да, да, да. И все это переформатируется. И страны сейчас реально ищут инструменты, как взаимодействие. Абсолютно точно. Я это понимаю. Поэтому, еще раз повторю, у нас есть два разных подхода. То, что чисто экономика, да, вот вопросы экономики. Я здесь думаю, что здесь вопрос я не вижу. То, что важно, чтобы мы понимали, чем отличается все, что Киевросоюз. Есть одно отличие. Например, институт, да, вот Совет по конкуренции. Это же инструмент, который Россия тоже переняла, если вы посмотрите, аккуратно переняла. Я бы хотел, чтобы наш Совет по конкуренции работал не как на уровне Евросоюза, чтобы работал на уровне, как работает этот в России, понимаете. А эти институты, они откуда пришли? Не потому, что кто-то нечего делать. А жизнь показала, что ты, если не следишь за нормальной конкурентной средой, то у тебя и убивается бизнес, у тебя и убивается экономика. И в коротком промежутке кто-то выиграет, а потом умирает. И поэтому это переняло даже Россию, понимаете. Мы говорим, что не только экономика, но мы говорим вообще механизмы строительства экономики. Вот это важно, Вячеслава, но у нас механизмы уже принимают, но конкурентной среды у нас, честно говоря, нет. Господин Шаповалов, вот смотрите, вообще неправильно противопоставлять эти две организации. Конечно, неправильно. Потому что, например, господин Карасин совсем недавно был с визитом в Брюсселе, где именно обсуждалась роль взаимодействия Евразес и ЕС. То есть, когда эти две организации между собой думают, как бы им сотрудничать, Молдова вот одна получается такая умная, говорит, нет, у нас ЕС, а все остальное, это все неправильно, и вообще до свидания. Так ведь? Так, Людмила, еще в 2007 году Путин сказал свою знаменитую фразу. Мюнхенскую речь или о чем? За Европу от Лиссабона до Владивостока. И Россия как раз придерживается этого принципа. Она за свободу торговли, она за свободу взаимодействия. Россия не возражает взаимодействовать с Европейским Союзом. Да, ну то есть вы подтвердаете сейчас то, что я сказала. И Россия не запрещала Молдове вступать, подписывать соглашение. Единственный вопрос, который они тогда ставили, ребята, давайте согласуем, чтобы не было реэкспорта. Ну наши же отказались. Нет, мы все решили. Вот это, наверное, неправильный подход, опять-таки, однолобный, однокоридорный. Вот у нас есть вопрос в Евросоюзе, который стоит в РЗС. Что такое, во-первых, любые виды союза? Это свободное перемещение товаров, свободное перемещение людей, капитала и услуг. Вот я даже, потому что знал, что предупреждает передачу, думал, что произошло вот в мае, когда Молдова стала наблюдателем. 14 мая, когда наблюдатели. Произошло там в Евросоюзе две вещи, три вещи. Молдова стала наблюдателем. Оказывается, что Молдова, потому что стала наблюдателем, это подвинуло Евросоюзе сделать регламент наблюдателей. Да, специально для нас. То есть Молдова, нет, не только для нас, я так понимаю, что они хотят еще больше. Конечно. И третье, если вы увидите, они там приняли решение по включению в свободное передвижение услуг. Там был закон, не закон называется, но, короче, документ, который в Евросоюзе, свободное передвижение услуг, там включить кино, реклама. То есть, если ребята из Молдовы делают рекламные ролики для российской компании, это может идти свободно. То есть, поэтому мы сейчас говорим, почему не надо путать с Евросоюзом. По Евросоюзу мы говорим, кроме экономических, вот эти три свободы, мы говорим о принципах, связанных с правом человека, с демократией, с рыночной экономикой. А здесь мы говорим, может ли Молдова, вот ваш вопрос такой, может или должна ли Молдова заниматься вопросом свободного передвижения вот этих трех свобод в любое экономическое пространство. Но я вам скажу так, пусть занимается. То есть я, если связано с экономикой, но это опять же, это не меняет мое видение, что Молдова как страна может развиваться в Евросоюзе, но если ты в рамках этого, твоего движения, можешь решить вопросы по этим трем, четырем, ну три свободы, то я думаю, что нормальный политик должен этим заниматься. Потому что я думаю, что роль государства создавать условия, а бизнес решает, где идти. Я все время говорю, и на всех передачах говорю, ребята, не надо учить бизнесменов делать бизнес. Я могу только помочь ему освоить новые рынки. Я ему могу чем-то помочь. Мешать мы легко можем, но бизнес сам решает, где ему выгодно. И поэтому на сегодняшний день у нас есть привязка к России, я вам дал несколько позиций, даже не к России, а можно сказать к этому Евразийскому экономическому союзу. Есть привязка, мы это должны знать, и нормальный политик это должен учитывать. Любой нормальный политик, когда я говорю любой, это все, независимо от того, ты очень сильно прозападный или не сильно, ты должен это учитывать. Что говорят наши представители правящей коалиции, когда им задаешь такие вопросы? Они говорят так, все это хорошо, но вы знаете, мы за двусторонние договора с этими странами. Но в Россию мы не едем. Понимаете? Мы не хотим ни с какой организацией связываться, если нас что-то интересует, мы сможем с каждой страной по отдельности заключить. Что на этом можно сказать? Сегодня это уже прошлый день. Я не знаю, как Вячеславу по этому вопросу, его точку зрения. А с моей точки зрения, да, двусторонние они работают. Но, понимаете, идет формирование определенных рынков. Немножко идет смещение на азиатский регион сегодня, и Россия туда вынужденно смещается. С учетом тех санкций против нее европейских, с учетом диверсификации и продажи своих энергоресурсов и так далее. Это естественный путь. И громадный рынок сегодня, конечно же, это азиатский. Это Китай, полтора миллиарда. Это почти полтора миллиарда Индия. Население, вы представьте, только какие цифры. Один Вьетнам, я не помню, сколько у них, 120-150 миллионов. Казалось, вот она маленькая страна. Сколько глобуса там больше. Да. А какой рынок? Это перспективные рынки. У нас ведь мечтают, говорит, вот, если каждый китаец купит по бутылке молдавского вина, да, но об этом говорят, да. Но китайцы, кстати, вино не пьют. У них там есть одно производство. На побережье еще немцы у них в конце 19 века открыли. Но это не их напиток. Так что мы можем мечтать об этом. Вот, и здесь же, конечно же, это очень выгодно открывать вот этот новый рынок. И мы его фактически не должны завоевывать. Сегодня, если я не ошибаюсь, вот где-то промикнула у меня на днях цифра. Сегодня Россия, только Россия из этих стран Еврозес, готова принять на 4 триллиона долларов товаров. Ну, что производство Молдовы, то, что мы делаем, для рынка только Российской Федерации. И здесь есть еще один момент. Я не случайно говорю, что это наши традиционные рынки. На сегодняшний день в Еврозес кто входит? Бывшие постсоветские пять республик. Просятся другие уже, присоединяются, вы сами их называли. То есть он будет расширяться. Поэтому вот этот аргумент, говорит, вот в Европе больше рынок, но нас на тот рынок не пускают. А здесь, пожалуйста, открыта дорога. Бери и делай. Не надо чуть-чуть делать. Я исхожу из того, что если нам сегодня это выгодно, мы должны это делать. В Евросоюзе нас пускает. Дело в том, что мы не готовы, поэтому нам помогает. Опять же, нет инвестиций, мы не выполняем стандарты, мы не готовы. Я думаю, что у нас возможности рожда экспорта. Некоторые считают, что у них нет необходимости в нас. Это вообще страшный момент. У нас есть потенциал экспорта и в Евросоюзе, и в Евросоюзе. Я бы не противопоставлял. То, что мы учимся осваивать новые рынки, это хорошо. То, что мы должны удерживать старые рынки, это как аз. Потому что грош тебе ценится. Никто не отказывается от рынка. Это только сумасшедшее. Самое дорогое, что есть в мире, это рынок. Рынок, это самое дорогое. То, что связано с двухсторонним. Здесь чуть-чуть лукавство. Почему? Потому что я организация мандиала коммерции. Всемирная торговая организация. Извините, всемирная торговая организация. Это что такое? Это институт, это инструмент, через который страны взаимодействуют. Он сейчас в ходе такой мелкий кризис. Соединенные Штаты Америки им уже не нужен. Ну, потому что он изжил. В какой-то форме он не работает. Он изжил интересы Соединенных Штатов Америки. Всем остальным, а им нет. И поэтому вот он и улучшится. Когда китайцы зашли, тогда он изжил. Так же, как и поисковое соглашение. Конечно. Факт истает факт. Факт истает. И поэтому сейчас ты ищешь платформу. Потому что ты хочешь, чтобы твои люди. Вот Молдова в этом году получит от гастробайтеров. Я не верю в эти цифры, которые официально переводят. Потому что вот Молдоване получат официально 1,3 миллиарда. А продадут в Казах 2 миллиарда. 2 и 1. 2 и 1. Больше 2. Но приблизит на столько же. 2. И получается, что реально люди получат за рубежа 2 миллиарда. И когда у тебя переводы за рубежа пока остаются основными. Они больше, чем зарплата в Молдове. Больше, чем вся официальная зарплата в Молдове. Ты должен думать. И у нас большая часть. Потому что, знаете, вы должны понимать, что из России, когда идут переводы, они идут официально. Но потому что люди часто приходят домой. Самый большой объем перевода в угол эти 700 миллионов, которые приходят неофициально. Самый большой объем, само собой, люди нормальные экономисты понимают, что это все-таки из России. Потому что люди часто приходят домой. Люди часто имеют возможность через площадь. И поэтому у тебя этот вопрос стоит. И ты должен его решать. Мы пока вопрос свободного перемещения людей не решили. Вот вы говорите, Россия еще не подняла вопрос. Вот Румыния уже подняла, у нее дефицит рабочей силы. На сегодняшний день 1 миллион рабочих. В России, я думаю, что дефицит рабочей силы будет на порядок больше. Даже больше. Больше, больше. Поэтому мы сидим, думаем. Они готовы принять. Мы должны думать, можем ли мы помочь нашим людям вот в этом направлении. Вот люди хотят идти в Евросоюз, чем мы там можем помочь? Ну вот это вот как раз металл. Если хотят идти в Россию, чем мы можем помочь? Я не могу составлять человека из сельской местности, который привык, что он каждые 3 месяца. У нас есть два вида гастарбайтеров, который долгосрочный, вот пошел и на 3-4 года, а есть который краткосрочный. Он ему позвонил, кум нашел работу, пошел на 2 месяца. Я не могу ему говорить, слушай, иди в Германию. Человек сам выбирает. Я как правительство думаю, как создать ему нормальные условия, вне зависимости от того, что он выбрал. Если он выбрал Евросоюз, это одно, если он выбрал Россию, это другое. Мне кажется, что если ты премьер, то должен думать, как сделать так, чтобы твои граждане остались здесь, чтобы у них здесь было рабочее место. Но если ушли, то хотя бы защитить их, уже создать условия. И хотя бы не делать таких заявлений, которые сделал премьер наш совсем недавно, когда заявил, что когда наши мигранты вернутся, он сказал, что это вмешательство России во внутренние дела. Вместо того, чтобы подумать о создании рабочих мест. С предвыборной кампанией. Да, вот меня никто не переубедит. Это политическое действие. Я просто должен сказать, что мне нужно стесняться. Это нормальное политическое действие. Которое Россия считает, что нужно поддерживать. Дружественно. Что сидишь? Я, например, все время, что не люблю я в молдавской политике, что люди пратятся за пальцем. Да ты выходи и хвались. Вот я, тот, который Россия любит, сделал это. Конечно. Зачем, зачем стесняться? Это же, говори, что это политический гря. И поэтому, господин Филипп, пришлось сказать то, что нужно было сказать. Нет, тут ситуация сложнее несколько. Можно я ремарку здесь ставлю? Господин Филипп тогда, для того, чтобы быть правильным и справедливым, должен был сказать, как в ноябре 2010 года приехало 27 министров Европейского Союза агитировать за создание альянса. Тогда это не вмешательство было в выборы. Вмешательство. Давайте тогда скажем, что в 2014 году, в 2016, в 2018 румынское правительство оплачивало проезд нашим молдавским студентам, для того, чтобы они участвовали в выборах и голосовали против левых политических партий. Давайте тогда назовем заявление лидера Европейской народной партии, который поддержал Майю Санду, открыто в 2016 году, и призвал все молдавские правые партии голосовать за нее. И тогда надавили на лупу, для того, чтобы он снял свою кандидатуру. Что он заявил по выборам Настасии. То же самое, был открытый призыв о том, чтобы поддержать Настасии на должность генерального примора. Вы меня извините, лидер самой крупной Европейской народной партии, да, беспокоится о каком-то приморе в городе Кишиневе. Это не вмешательство? А теперь давайте, когда мы приняли, ну не мы, а Молдова приняла закон о смешанных выборах, что сделал Европейский Союз? Европейский Союз сказал ПФИА, потому что они поддерживают Санду и Настасии, а отказал в 100 миллионах финансирования, которые обещал тогда. Это вмешательство? Вмешательство. Но об этом Павел Филипп не говорит. Борис Андреевич, сегодня высказался по поводу вмешательства России господин Канду. Вы видели его заявление? Нет, не видел. Не видели? Ну, это говорю, я не знаю. Да, я знаю. Ну, он находится в Соединенных Штатах Америки, и он, значит, подозревает Россию в том, что она пытается восстановить Советский Союз. А что может быть? И нашел уже 4 или 5 причин, почему Россия уже вмешивается в предвыборные процессы. Да, в том числе последний аргумент, да, и последний аргумент в том числе в том, что мы подвергаемся, оказывается, наше правительственное учреждение, чуть ли не через день мы подвергаемся хакерским атакам. Да вы что? Да. То есть уже, это я к чему сейчас вам говорю? Это я говорю вам к тому, что все не так просто вмешать. Вы понимаете, что у нас будут выборы, и каждая политическая партия строит свои статеги. Политическую статегию, конечно. Но должны быть рамки у каждой партии. Да нет, на выборах, как на рыбалке, рамок нет. Я что, мы просто должны отделять. Мы должны, если нормально, мы должны отделять, давайте так. Если рамок нет, тогда отчего же сняли господина Анастаса? Да, мы должны отделять, давайте мы будем отделять. Нет, есть рамки для некоторых, а для некоторых нет. Мы будем, я просто чуть-чуть, мы должны отделять политическое высказывание от этого. Мы сейчас беседуем о том, что может быть по Евросоюзу. Вот здесь вы затронули вопрос выбора. Они очень интересно подсказали. Они не сказали, что у них должны быть смешанные выборы. Они сказали так. Ребята, вы должны договориться по правилам игры. Что это означает? Мы считаем, что нормальная демократия, это когда политические игроки договариваются, как будут играть. То есть, не по результатам, а вот когда у вас нету договоренности. В чем играть? В чем играть? В чем играть, да? Да, да. Нужно договориться по правилам игры. Евросоюз не сказал, делайте смешанной или не смешанной. Он сказал, если вы нормальная страна, у которых принципы демократии, вы должны договориться. Что означает? Что вся политическая страна договорится. Вот мы будем делать так или не так. А в условии, когда ты не договариваешься, вот это проблема. Они не сказали, мы хотим, чтобы у вас было смешанное. Или чтобы у вас не было смешанное. Если вы посмотрите четко, наказание было за то, что Молдова не научилась договариваться. Вот что не хватает нашим политикам договоренности. Знаете, я дам маленький пример. И это бьет тебе в лоб. Помните, когда для того, чтобы ущемить голоса россиян, это мы когда поставили лимит в 3000. 3000. И 5 избирательных участков. Нет, именно 3000 на одном избирательном участке. Сейчас из России голосуют несколько, ну там 15-20 тысяч. А в Евросоюзе голосовали 100 тысяч. И люди кричали, я не мог голосовать, потому что лимит в 3000. А оказывается, что это было сделано, к сожалению, против одной страны. А било в лоб. Кого? Вообще в другую страну. И поэтому ты как нормальный политик не должен думать вот так узко, узколобно. Ты должен понимать, что ты создаешь принципы. И вот Евросоюз чем отличается от других структур? Он говорит, ребята, вы создавайте нормальные принципы. Чтобы это было не через каждые два года, чтобы менялось. Чтобы это было нормально. И тогда, и потом. И любая новая власть, если придет, скажет, как мы выиграем, это другой вопрос. А принципы единые. Вот мы это поломали с 3000, думали, что делаем против одних. А оказалось, что это против нас самих. Сейчас создали смешанную систему без договоренности. И это проблема вне договоренности, а вне то, что смешанная система. Я был в Америке, там смешанная система. В России смешанная система. В Европе. Вопрос не в том, смешанная или не смешанная. В том, что мы, к сожалению, не можем ввести принципы, которые не было. Вот это проблема. И последний у меня к вам вопрос. У нас 5 минут остается. Если бы Молдова... Да. Если Молдова на самом деле решится, что для нее, в том числе и Еврозес, это важное направление. Необходимо сотрудничать вплоть до вступления. Как вы считаете, будет ли категорически против Евросоюз? Коротко. Евросоюз сейчас до того, как Молдова будет решать вопрос за другим, он сейчас у него самый картергический вопрос, связанный с внутри Молдовы. Я понимаю, но тем не менее. Я думаю, что на сегодняшний день... Я думаю, что в условиях, когда у тебя ставится вопрос демократии в Молдове, в условиях, когда у тебя ставится вопрос, вообще есть ли юстиция в Молдове, когда вообще ставится вопрос, что происходит в Молдове. Поднимать вопросы с Евразесом, взаимоотношения с Евросоюзом, не сказать, ребята, вы что, шутите, у вас дом горит, а вы думаете, какой цвет обоев? Не очень, я соглашусь, Борис Андреевич. Людмила, здесь двойная позиция, потому что Европейскому Союзу, исходя из того, что там сегодня происходит, и вот по отношению к Российской Федерации, там меняется совершенно отношение, они бы, наверное, могли бы пойти навстречу и могут в этой ситуации, то есть сильно не давить. Но есть еще один партнер, довольно жесткий, Соединенные Штаты Америки, а вот без их учета это не получится, они будут все равно провоцировать, подталкивать Европейский Союз, для того, чтобы он занимал вот такую позицию жесткую, вот как по Украине. К чему привела вот та позиция Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки? Мы видим, что происходит сегодня на Украине, вот этот крах, развал и все остальное. Это же будет и в Республике Молдова, если будет эта позиция. Будем надеяться на здравый смысл тех событий, которые происходят в Европе. Меркель в Германии очень по многим позициям поменяла свои взгляды. Макрон, смотрите, что против него предпринимает. Там фактически оранжевая революция началась под руководством Соединенных Штатов Америки. Давайте называть вещи своими именами. Почему? Потому что президент Франции сказал, а я не вассал, и Франция не вассал. Этой фразы ему было достаточно. То есть будем надеяться, что здравый смысл у европейцев в сочетании с потеплением отношений с Российской Федерацией положительно скажется на нас. Все, мне остается вас поблагодарить. Наше время вышло, но мне показалось, что наша дискуссия была полезна. Не только для тех, кто смотрел, но и для нас с вами, потому что мы обменялись мнениями. И будет весьма интересно наблюдать, как будет развиваться ситуация в дальнейшем. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дело принципа». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин